Сотрудники ОМВД по Рашскому району РТ под угрозами заставили Фадхулло Назриева, имама мечети села Яшим, подписать подготовленную заранее объяснительную записку, где сообщается о якобы связях Худайорова с исламским движением Салафия. Об этом сообщает Радио Азади. Джунайдулло Худайоров, один из активных пользователей Фейсбука, был задержан сотрудниками рашской милиции 22 января этого года по обвинению в связях с исламским движением Салафия. Сейчас он содержится в СИЗО района Фердавси города Душанбе. Против Худайорова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УКРТ, участие в экстремистском сообществе. Имам мечети Фадхулло Назриев в беседе с Радио Азади 2 марта сказал, что два месяца назад его вызвали в ОМВД по Рашскому району. «Один из милиционеров, Укуматов Зульфикар Саидович, привел меня в один из кабинетов, где другой милиционер в грубой форме приказал подписать объяснительную записку. «Если не подпишешь, тебя самого объявим Салафитом, сбреем бороду и отправим за решетку», — угрожал офицер милиции. «Я испугался и согласился поставить под документом свою подпись. На самом деле Джунайдулло Худайоров не имеет никакого отношения к Салафия и следует только имаму Абу Ханифа. Я уже сказал, что готов покаяться во всем», — говорит Фадхулло Назриев. Фархот Худайоров, брат Джунайдулло, в беседе с Радио Зади сказал, что его брат отвергает обвинения в связях с Салафия. По его словам, Джунайдулло на своей страничке в Фейсбуке часто писал о проблемах Рашского района. В одной из его публикаций, в частности, было сказано, что в Рашском районе решили вернуть многотысячный долг за аренду школьных учебников путем сбора орехов, шиповника, металлолома и макулатуры. Он критиковал работу налаговиков и директора местной угольной шахты, говорит Фархот Худайоров. Напомним, что Таджикистан является единственной страной в мире, где Салафизм запрещен на государственном уровне. Эксперты называют Салафизм системой взглядов, одним из мазхабов в течении в исламе, но даже не относят его к ряду исламских движений, которые проводят какую-то политическую или просветительскую деятельность. Редактор субтитров А.Семкин